Вот просто внутри перещёлкнуло, как-то так бум. Это просто ты сидишь и думаешь, вау. Небольшой лайфхак от меня, как сделать тесто, чтобы не было комочков. Какая красота, это такая редкость на самом деле в Аршай. Фрукты после четырёх есть нельзя. Пусть это будет моё. Да. Спасибо тому, кто придумал интернет, онлайн-платформу, для того, чтобы... Чё снимаются? Они что-то делают? Ой. Они же станут уже взрослыми, значит, я останусь старше. Я надеюсь, что я успею снять именно этот момент, когда... Ребята, всем привет. Приветствую вас на моём канале. И вы смотрите мой 42-й влог. Традиционно планы на эту неделю. В понедельник попасть в поликлинику с девочками, сдать анализ крови. И я хочу, наконец-то, начать сдавать их анализы для проверки на глисты. Во вторник я хочу попасть с Валерой в музей «Замок Рулевский». Во вторник последний день бесплатного посещения музея. Надеюсь, у нас всё получится. В среду у меня планы покраситься и постричься. Ура, наконец-то. В четверг и в пятницу традиционная у меня работа. В субботу девочек пригласили на день рождения. И в субботу мы планировали начинать украшать ёлку. Посмотрим, как-то всё это организуем. В воскресенье мы ждём гостя Полинкину, одноклассницу. Также на этой неделе я должна попасть в Ужонт Справцу Доземцев. Продолжать решать вопрос по Элининой карте по быту. Кстати, у Валеры позитивная децизия после того, как мы подали на апелляцию. Но об этом всё буду рассказывать в этом влоге. Ну и, как всегда, стандартно у нас в школу у девочек и гимнастиков у девочек. В планах на этой неделе наконец-то начинать работать над своими Инстаграм-страничками. Я об этом всём хочу написать сегодня пост в Инстаграме. Так что подписывайтесь, смотрите, что там я выставляю. А ещё в Польше с 5 на 6 число празднуют день Святого Николая. Поэтому нужно купить подарки. Докупить тем, что мы уже покупали на прошлой неделе. У Кристины там тоже в классе. Они выбирали, кто кому дарит подарки. Никто не знает, кто кому дарит. В общем, Кристина должна мальчику сделать подарок. Мы должны пойти купить что-то. У Полины тоже там будут подарки. В общем, это всё будет так интересно. Ну и мы, конечно же, хотим им подарить подарки. Потому что в прошлом году мы забыли за то, что польский муколайчик намного раньше. Мы дарили по украинским датам. И они немножко были расстроены. Ну потому что, ну как мы живём здесь, всем детям подарили. А им, типа, как Николайчик придёт позже. В общем, в этом году ни в коем случае не нужно упасть лицам в грязь. В общем, это такие основные планы на эту неделю. Что у меня получится, что меня ждёт на этой неделе. Какие новые приключения, как вы видите, они у меня каждую неделю. Смотрите видео до конца. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте пальчик вверх. Нажимайте колокольчик, чтобы знать, когда выходит мой новый влог. Видите, нет ещё конкретной даты и времени. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы смотрите меня. И мы будем начинать. Дети счастливы в поликлинику сдавать анализы крови. Я сама сейчас такая счастливая. Сейчас бы спать сладенько. Разница так холодно. Как же тяжело вставать утром, когда за окном ещё ночь. Вот за это только не люблю зиму. Так, в принципе... Ну, серость и вот это вот утреннее такое. Знаете, когда встаёшь, открываешь глаза и непонятно, ты проспал или ты рано встал. Зима, день. Ой, ночь, день. Быстрее, девчонки. Вообще, не дай раздавать анализы крови. Какой-то там у них показатель был нехороший, надо пересдать. Но только я не знаю, ли можно было перед ним завтракать или нет. Я им сказала позавтракать, потому что мы прибежим. Ну, после анализов зайдём, возьмём рюкзаки и сразу в школу. В общем, сейчас узнаем. Будет облом, если нельзя было завтракать. Субтитры сделал DimaTorzok Отвела детей уже в школу. В общем, мы не сделали анализы. Сдала только анализы на глисты. Кристини и Полининых не было у меня. Такой трудный процесс собрать необходимое. А анализ крови нужно сдавать всё-таки натощак. Но это анализ не на глюкозу, там другой показатель нужно было проверить. Мне понравилось педиатру, его значение. Но сказали, что нужно всё-таки натощак. А они позавтракали. Следующий понедельник тогда пойдём. Слушайте, я иду тут. И как по минному полю. Это, наверное, самая закаканная улица в Варшаве возле школы детской. Это просто. Я такого ещё не видела. Ну, как-то... Ну, что значит центр города, да? И не так, как у нас. Мы живём, у нас щедле, там всё тихо, там всё более солидно. А здесь в центре здесь много людей. Они ротируются. Нет постоянных. Это всё... Ну, вот идёшь и смотришь, всё в какашках. Прям, прям, капец. Я уже отвыкла от этого. Хотя я жила бы в центре, да я этого не замечала. Для меня казалось, вот такая чистота, чистота. А, нет, не чистота. Может быть, чище. Я дома. И пока Мелина ещё спит, я ложусь тоже. Я съела бутерброд. Очень хотела кушать. Мой подъём был седьмого, а сейчас уже полдесятого. Я ещё ничего не ела. Съела бутерброд, и у меня ещё есть, наверное, минут двадцать полежать. Так что я быстренько ложусь. Запрыгивай ко мне, запрыгивай. Пенни, давай, запрыгивай. Привет. Ложись. Ложись возле меня отдыхать. Ложись. Нет? А, тоже. Послушайте на улице. Час дня. И мой телефон очень сильно высветляет. Ну, вы видите, да, такой, как песочком экран. Посмотрите, как темно. Это просто кошмар. Как в такую погоду можно чего-то хотеть. Надо же Елина спить целый день. Это просто сушка. Ну, реалии жизни, да. Не инстаграмная квартира. Какая какомека. Ну, в общем, Валера поехал за девочками. Сегодня мы решили переделать ещё одну обложку для влога. Я думаю, мы так в день по две-три обложки, может, переделаем все. Ну, такие более интересного формата привившечки сделаем. Я хочу сейчас снять сушки, сухие вещи развешивать. Мокрое вчера постирала. У меня ещё там две стирки ждёт в своей очереди. И я девочкам обещала блинчики, такие длинные, тоненькие. На листничке их называю. Обещала на выходные их сделать. На выходные я так и не сделала. Значит, буду делать сейчас. Сейчас только быстренько хотя бы немножечко себе всё организую. пространство быстро приготовлю, пока Элина спит. Я буду ждать девочек. У нас сейчас будут блинчики с нутеллой. Небольшой лайфхак от меня. Как сделать тесто, чтобы не было комочков. Включаете миксер. И в сам миксер насыпаете муку потихоньку. Как бетонные настройки. В самом начале нужно очень хорошо перемешать яйца с сахаром. А потом постепенно добавляем всю муку, молоко. Муку, молоко. Вот оно печёт. Удобно, когда две в одной кружочке, а одной мало. Кстати, нужна ещё классная сковородка. Наша сковородка для блинчиков осталась в Украине. Надо бы как-то поехать её забрать оттуда. Пора оттуда уже всё позабирать. А то мы ещё жили на две страны. Но пора уже... Пора уже оставаться в одной. Но буду сейчас жарить на вот такой подельне. Отельник, отельник, отельник. Боже, что там делать? Держу. У меня тут шумит шайник на фоне. Смотрите, какие получаются навеснички. Такие тонюсечки-тонюсечки. Я бы сказала, слушайте, идеально. И на самом деле дело не в тесте, я думаю. Дело всё-таки вот в этой сковородке, которая круто подходит к блинчикам. А я думала, что она не подойдёт. Ну как? Мама очень хочет стоять. Мама мечтает стоять возле плиты. Мама мечтает стоять возле плиты. Это отлично, а мы едем. Да. Особенно. Вот скоро достаёт. Я сначала суп поем, потому что я ещё не обедала. А ты, папа, тебе супа? Сажу блинчик. Какая вкуснотень! Вот это десерт! После супа! Банда. Перекус и на гимнастику. Не съешь, оставишь? Поверь, не пропадёт. Нет, тебе два хватит блинчика. Куда там должно быть три блинчика? Кстати, после прохождения марафона желания, это у меня был такой внутренний интерес. Что же это за такой марафон, о котором все говорят? И настолько ли он хорош? Это не реклама, сразу же говорю. Это моё личное внутреннее. Я знаю, что есть много видео, которые против, которые разоблачают. Всё такое. Это дело каждого. Именно мой вывод из того, что я сделала, во-первых, я научилась правильно структурировать свои желания, правильно понимать, чего я хочу. Потому что хочу того, не знаю что. Нет, чётко прописывать для себя. Почему нужно правильно ходить? Потому что нужно правильно к этому желанию идти. Это не то, что вы сели на диван, и желание сбылось, потому что вы где-то что-то поучаствовали. Нет, я научилась правильно осознавать, чего я хочу, осознавать, насколько истинно я этого хочу. И знаете, что самое интересное? Помните моё интервью для 100-тысячного YouTube-канала? Я очень долго думала, как бы туда попасть. У меня была просто идея, как туда попадает герой. Да, я написала. Мы созвонились, пообщались, и на этом всё закончилось. Ну, как бы, типа, ну, хорошо, когда-нибудь делаем ролик. Ну, думаю, ладно, я написала, я первый шаг сделала. И съёмка ролика как раз выпала на момент самого марафона. То есть мне позвонили буквально за день и сказали, что завтра будет в Варшаве или там ещё всё в силе. Потому что я думала, что на самом деле, ну, как бы, у меня нет бизнеса или чего-то там ещё. У меня просто мой опыт переезда. Я хотела поделиться именно им. Я думала, что это будет тема неинтересной. Я не знаю, насколько эта тема будет интересна, потому что видео ещё не вышло. Да, я каждую неделю обновляю Ютуб и проверяю, или оно не вышло. Я думаю, может, меня предупредят заранее, но всё-таки. И вот это событие очень сильно, я надеюсь, повлияет на одно из моих желаний. Не буду томить никого, не буду обманывать. Да, одно из моих желаний — это хороший, качественный контент на Ютуб-канале с небольшой базой подписчиков. Да, я об этом хочу. Известность для меня и популярность для меня — движущая сила. Не так деньги, как именно это мной движет. Ну вот так, это моя сущность такая, и я её признаю, и я знаю, на что мне нужно делать ставку для того, чтобы достигнуть чего-либо. В общем, о чём я? А вы знаете, что ещё? Одно желание было. Ну такое, думаю, ну ладно, напишу, всё равно это никак не изменится. В общем, желание не материальное, не физическое. Его невозможно потрогать. Это желание из разряда «почувствовать». Я не знаю, что произошло на самом деле, но во мне переключился тумблер. Тумблер, который долго во мне почему-то стоял. Вот как-то вот так раз, и всё, и он переключился. И я вот сейчас, я не открываю список своих желаний. Я как-то вот на этих ощущениях, что я писала, как я писала, там даты прописывались. В общем, вот я как-то вот каждый день осознаю, да, каждый день, потому что каждый день я сталкиваюсь с этим желанием, я осознаю, что, блин, что-то произошло реально. Ничего не изменилось, да, я та же. Но как-то вот моё восприятие всего, что было всегда со мной, изменилось. И я стала кайфовать от этого. Прям капец. Да, ещё очень далеко до, на самом деле, того желания, которое я прописала в этом плане. Но вот это вот, знаете, когда одно дело, когда я там хочу, там, не знаю, куртку, раз ты её либо купила, либо она была по скидке, либо тебе подарили, либо ты её выиграла, ты её получил. Это как бы, знаете, вот ты себе понимаешь, как это может произойти. А вот когда из разряда вот, вот просто внутри перещёлкнуло, как-то так бум, это просто ты сидишь и думаешь, вау, это не магия вот этого марафона, нет, Божьего, абсолютно нет. Это, возможно, когда ты 150 раз слышишь одну ту же информацию, ты её можешь не воспринять. Но 151-й кто-то как-то скажет, и тебе так точно. Ну вот, правда? Вот подумайте, задумайтесь над своей жизнью. Правда же ваша жизнь 100% так была? Там услышали, там услышали, там услышали, там услышали. И как-то оно мимо, мимо, мимо. А один раз чик, и как-то ву, зашло. И вот, возможно, вот та информация, которую я услышала, она как-то меня, знаете, как... Меня, что ли, обнулила. Ну, в общем, к чему я? И я решила... А, ещё что? Я подписалась на одну девочку в Инстаграме. Случайно тоже мне стало интересно её. Она здесь в Польше живёт, она украинка, и они имеют свой бизнес. Вот мне стало интересно, как они это всё делают, потому что, на самом деле, я планирую здесь тоже очень сильно масштабироваться, иметь несколько проектов, как оффлайн, так онлайн, в общем. И мне стало интересно, как они двигаются. И она тоже у себя в сторе случайно сказала, что она там попробовала то-то-то. Ну, прошла там определённое обучение. Я долго думала, может, всё-таки пойти, не пойти, пойти, не пойти. И я, когда у неё это услышала, я такая, всё, иду. Так что ждите. Это уже будет в следующем году, я уже записалась. Ой, вообще, я не знаю. Не знаю. Я очень надеюсь, что я сделаю эти желания, что я их добьюсь, потому что все они зависят в большей степени от меня. Но это такое, знаете, интересно... Интересно смаковать этот путь, пока ты туда идёшь. И думать, сбудется или нет. А может, сбудется по-другому. А может, сбудется другое. Я никогда не мечтала жить в Польше, кто-то помнит, да? Я мечтала жить в Америке. Но раз мы в Польше, я кайфую от Варшавы. Как бы мне не было здесь сложно, я просто понимаю, что да, это моё место. На сегодняшний день, на сегодняшний момент, на сегодняшний день в том состоянии, в котором я сейчас есть, это мой город. Мне комфортно здесь. Да, у меня не хватает здесь дохода, который бы я хотела, который я могу зарабатывать. Но всему своё время. Я всё-таки чудом вошла в декрет. Таким чудным подарком просто. И я хочу этим подарком насладиться, потому что это мой первый декрет в жизни, несмотря на то, что это третий ребёнок. Вот так вот, немножко с вами посекретничала. Мне захотелось очень с вами этим поделиться. Хочется, чтобы мои влоги были не просто развлекательного характера, но и полезные, чтобы приносили какую-то… Возможно, я есть тот 151-й человек, фраза которого зайдёт вам в голову. Вот может быть. И знаете, это… В этом кайф, на самом деле. Кайф не в том, что о тебе говорят, а кайф в том, что тебя благодарят. Вот. Да. Ну что, на часах полдвенадцатого ночи, и я берусь за монтаж следующего влога. Час двадцать у меня рабочего материала, и будем сейчас обрезать всё лишнее, сколько успею. Завтра переслушивать, послезавтра музыку накладывать, и новый влог на канале будет. Ох, вот так вот. Всё, за работу. Вам спокойной ночи, а мне быстренько-быстренько такой, слушайте, кадр говорит обо всём. Я не знаю, о чём я там говорю, но по идее, если я помню, где это, то тут всё было хорошо. Я ничего не кушала в этот момент. Всё, ладно. Всем спокойной ночи, а мне хорошо работают. Яка вкуснятина. Ням-ням-ням. Вкусный папа кормит, да? Блинчик с творожочком. Ой, какая вкуснотина. Всё, мамка, побежали работать. Побежали, мамка, работать. Буду работать. Персональная тренировка. Смотрите, с каким видом я буду работать. На улице снежок. Круто, когда ты можешь работать, не выходя из дому. На этот холод, на этот мороз. Это огромнейший плюс онлайн-тренировок. Беру свой инструмент. Сажусь. Вот здесь я буду показывать. Там будет клиент. Буду смотреть на эти прекрасные виды. А семья будет отдыхать. Да? Да? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ет. Ты приснулись? Вот там мой телефон, наверное, уже поиграл кто-то в него, да? По-любому. Лезут на клавати. Надо было сразу камеру включить. Как интересно, когда раз, чик, голова из двери. И ты там лежишь. Иди сюда. Идем. Вставай. Оттуда ты ползешь. Давай на ноги. Еле-еле ползай. По пути же надо еще всем поиграться. Кроссовки неправильно. Пошли, иди к маме. Иди сюда. Идем. Пошли, иди сюда. Сейчас я настрою. По правому, да? Ты перфекционист твой маленький. Иди к маме. Иди свет выключи. Чего не выписывай свет? Да мама не выключила. Это так пошла, вещи со стиралки доставать, чтобы ты себя понимал. И села за компьютером, так всегда. Иди к маме. Не хочет. Смотрите, у нас смежок. Снежок-снежок-снежок. Кайф. Сейчас я покушаю и пойдем с Элиной гулять. Зайдем в Аркадию. Нужно Кристине купить колготки. И покайфуем от Снежочка. Класс. Жалко, что конечно, она опускается на асфальт и тоет. Он задерживает. Ух, но красиво. положился в кладовку. Поехали в гараж. Смотина. Идем гулять. У нас только снежа. Класс. Давно не было съемок у меня в гараже. Какой снег. Вообще, такой козыречек вот у меня. Знаете, что я поняла? Что это для автолюльки. Ну, не для коляски. Ну, посмотрим. Может, перецеплю потом на ту. Вот так этого видеть. Ты в снегу, в снегу. Видно вам? Не видно? Ой, вам не видно Элин. Вон. Вон глазки. Снега. Куча. Я коты свон на себя напялила. Вот так. А то все на ресницы попадает. Все, бегу. О, какая красота. Это такая редкость на самом деле. Варшаве. Еще я просто не могу передать. Тук-тук. Кто в домике живет? Хорошо, что я все-таки взяла накипку. А то она бы была вся в снегу. Ну, что, последствия снега. Как вы мои глазки. В общем, тушь не рекомендую. Сейчас надо это все вытирать. Я сейчас зашла в Смык. Только что объявили, что Смык работает уже 7 дней в неделю. Что здесь можно уже забрать посылку и отправить посылку. Ха-ха. Сейчас все магазины так будут делать. Так, мы сегодня, точнее, я сегодня уговорила Валеру взять ничурусы. Я на самом деле думала, что их будет много. И они будут типа как песочное печенье такое палочкой. Ну, мы когда-то такое покупали здесь в Варшаве. Оно такое и было. Соус, шоколад и орешки. Ну, сейчас попробуем. Стоит ли... Сколько? 14 злотых? Да? Ну, в общем, не знаю, стоит ли она. Тот калач и то поинтереснее выглядит. Правда? За скоб он за 11, по моему взлотых. А, мне кажется, это 11 я видела. В общем. Ну, калач стоит своих денег. А это сейчас попробуем. Ну что, первая проба. Макаем. Шоколад. Там на картинке так красиво это все выглядело. Бац. Бац, бац, бац. Изюминка этого всего. Шоколад и орехи. Когда попадает так в шоколад, он уже не мажется. Надо, чтобы она как-то, типа, как растекала. Пальцы правят. Все в рождественском стиле, все магазины. Прикольно. Еще кружку девочкам на калаечка. Ой, тоже прикольная такая сумка. Депрессия с конфетами так и продолжается. Особенно с моими. Их просто нет. Сейчас я буду плакать. Сколько уже их нет? Их уже нету недели три или четыре. Пусто. Най-на-на. Сколько ребенку нужно, да? Ключики. Чекай. Чекай. Испугалась. Испугалась. Ушел. Все. Ушел. Кажется, как она испугалась. Смотри. Она боится быть. Смотри. Наслаждайся моментом, когда она к тебе тянется. Где? Дай папе назад. Дай папе. Давай папе ключики. Дай папе ключики. Дай папе ключики. Дай папе. Димовая. Димовая. Дай папе ключики. Топ. Топ. Отдай ключи. Моя ты умничка! Она думает, ну и не надо! Не удалось развести! Дай папе ключик! Ты куда пошла? Ты куда пошла? Давай! Возвращайся на островок! Давай! Давай! Пошли! Топ-топ-топ-топ-топ-топ! Мамка эти машины ловила! Ты куда пошла? Правильно, Доча Только надо голову еще наклонять, зайка Делала себе такой вкуснятины сейчас к ноутбуку и буду монтировать влог Да, я знаю, что фрукты после четырех есть нельзя Но мне так их захотелось, прям кисленького Я очень редко ем фрукты вечером, в основном в первую половину дня Но у меня нет проблем с глюкозой, поэтому в принципе иногда себе разрешаю грешить фруктами на ночь Но лучше, конечно же, это не давать Особенно если вы хотите похудеть, если у вас есть проблемы с уровнем сахара в крови Не делайте этого Субтитры сделал DimaTorzok Я на месте, 50 минут автобусом Хорошо, что хоть автобус был пустой, я могла сидеть все это время и искать интернет-лампу Я хочу найти такую неоновую лампу, знаете, как сейчас делают очень многие блогеры Я вижу, снимают видео, сзади у них какой-то такой приглушенный свет И сзади такой у них какой-то идет... куда? Сюда? Такой, такой как розовый, голубой цвет по стене Ну, интересно Думаю себе как-то охфорит немножко в студию, потому что я уже догоняю влоги по дате выпуска И теперь у меня будет... только я их догоню по времени А я хочу сделать... у меня как всегда шнурки развязываются В общем, как только я догоню по времени, это еще недели две Я хочу выпускать в неделю два видео Одно видео будет в понедельник, это влоги за предыдущую неделю А второе видео в пятницу или в субботу Какое-то более такое информационное видео, например, как оформиться в плюс Сейчас вижу новые правила, как покупать билет на городской транспорт через телефон, через аппликацию В общем, много идей, поэтому нужно оформлять немножко студию Я пришла, пошла краситься Кстати, давайте так, пусть это будет мое доо Ну, а это будет мое постное Класс! Обожаю, когда волосы после покраски Волосы такие гладенькие Супер! И теперь бегу в школу, в школу бегу за девочками У них уже уроки закончились давно, сегодня я их заберу Моя очередь будет забирать, так и быть Снег Класс! Боже, я так люблю, когда волосы покрашены, когда они пострижены, когда они чистенькие Мне бы еще косметолога какого-то себе найти классного Еще бы на лазерную аппликацию выходить курс, пока зима И все, и жизнь прекрасна Я с телефоном смущаю людей Класс! Уталиy! Класс! Ск reactions! Мы на остановке, ждем автобус, я уже замерзла ножкой. Ку-куу! Ку-ку! Привет! Мы с тобой сегодня еще не виделись! Это у тебя носки порванные? Это кололеты порванные такие Ты ела, Кристина? Морковку, это твоя еда? А что ты до сих пор не переодета на гимнастику? А ты что, идешь в этой одежде? А что не в спортивном костюме? Бенни следит за тем, как купается Элина На чеку Да, Бенничка? Бенни! Что-то лезет Что-то лезет Вардашкина! Вардашкина, Вардашкина! Ну что, вечером, как всегда, мы что делаем? Монтируем в лоб. Валера проходит обучение, как сделать фотку, что-то там для обложки. Ну, а Элина, как всегда, лазит по мне, по дивану, капризолит, кричит, возмущается. В общем, тоже выполняет свою прямую обязанность. Сегодня 1 декабря, а значит нужно дарить календари. Но так как у нас очень насыщенные дни, дарим в конце первого числа. Завтра на завтрак открою две коробочки. Два окошечка, точнее. Сейчас подавлю. Белое. Чего? Мы так и думали, что тебе будет красное. Тут куча всяких красненьких штучек. Ну так давай. А уже чего? Не, уже зубы почистили. Завтра вам на завтрак будет... Завтра вам... Не, ну все. Завтра вам на завтрак будет двойная порция. За первое, за второе число. Будете искать цифры и открывать календарики. Мне кажется меньше. Коробка размером один в один. Кажется, смотри, коробка один в один. Как это так? Завтра. И дней столько же. Тоже до тридцатого дня. Не, до тридцать первого должно быть. Нет, до двадцать третьего. До какого до двадцать третьего? А нет, двадцать четвертый. Двадцать четыре. А, это же до Рождества. Ну... Все, мы... Вот двадцать четвертая последняя. Да, это же до Рождества. Ну все, завтра откроете. Так. Где твой пальчик? Покажи, где твой пальчик, пальчик. Чей тут пальчик, пальчик, пальчик? Чей тут пальчик, пальчик, пальчик? Пальчик, 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 пальчик. Давай ножку. Пальчик, пальчик, пальчик. Такой маленький пальчик Пальчик, пальчик Ой, ты, моя сладкая Ой, как хорося Сюзли, мама Шлюни текут, зубы лезут Сюзлая моя, тебе уже 10 месяцев, дотя Тебе уже 10 месяцев Ты такая взрослая девочка Ну что, у меня четверг И как всегда в польске по расписанию Домашка сделана Сейчас у меня будет онлайн занятие И вечериный раз убеждаюсь в том, что Спасибо тому, кто придумал интернет Онлайн платформу для того, чтобы можно было работать Потому что раньше я ходила на польский оффлайн И ты тратишь полчаса для того, чтобы дойти Полчаса для того, чтобы вернуться А если на ночь холодно или дождь Пока ты оденешься, пока ты дойдешь Тебе уже ничего не хочется Ты замерзнешь А так дома ты себя открыл В уюте, в комфорте Ну скажите, вот зачем куда-то идти? Чтобы что? Чтобы увидеть то же самое Ты же не трогаешь твоего учителя, преподавателя Нет, ну просто супер Я прям очень довольна тем, что есть онлайн И я прям кайфую от этого Да, это более организационно сложно, например Но опять же, какая сложность в организации? Если тебе куда-то надо идти на урок То тебе нужно реально выкроить хороший кусок времени Подумать, как ты будешь добираться На чем ты будешь добираться Что ты оденешь Например, сразу же планировать Может куда-то еще потом дальше пойдешь Чтобы не возвращаться домой И не ехать опять Но я считаю, что это наоборот сложнее организовать Чем если ты просто там что-то делал свое Ты открыл ноутбук Взял тетрадку Взял наушники, позанимался И опять продолжаешь делать свои какие-то дела Например, ты не тратишь время на дорогу Там ждать автобуса Плати деньги за автобус Или там машина, бензин тратить Ты за это время пересел от стола Например, за другой стол Или там забрал тетрадку Открыл свои рабочие программы И работаешь над своими какими-то проектами Идеями Или, например, ты работаешь на аутсорте где-то И себе продолжаешь свою работу То есть ты экономишь хороший кусок времени И экономишь хороший кусок денег Потому что даже онлайн все равно чуть-чуть дешевле, чем оффлайн Хотя онлайн всегда чуть-чуть дешевле, чем оффлайн Потому что ты не платишь за аренду помещения Ты не платишь, не знаю, за время преподавателя своего Который будет тоже тратить время на дорогу, например Онлайн это дешевле Но в тот же момент это выгоднее финансово И выгодно по времени Потому что самое ценное, что у нас есть, это время Лучше этот час, который ты тратишь на дорогу Потратить на свои какие-то проекты На свои идеи, на свою работу Не знаю, даже на то, чтобы приготовить нормальную еду Кушать нормальную еду А не запихиваться какими-то бутербродами Нормально же ела Молодец Игра на камеру Давай кушай, не плюйся на меня Ну где я могу быть вечером Мы пошли гулять И заодно зайдем сейчас в Аркадию Кристине нужно в школу Нам и Калайчика Мальчику делать подарок Но он ей попался там голосованием Взлепую, короче И нужно взять там огуртожки, воды Короче, что-то новое нам придумать Ну и естественно, куда я Прогуляться В Аркадии и назад прогуляться В общем, они что-то делают Ой Капец, сверти глаза Мужики Видите глаза Немножко зло так стоит Фикольно Все-таки есть Ничего, что не делается Пришла в Кэрфу Смыки нашла покемонов Бо он хочет покемонов Мальчик за 49 Самая дешевая А договоренность дарить подарки от 20 до 40 злотых Он уходит 49 Но если я тут ничего не найду Ембает Если я тут ничего не найду, пойду в Смыки возьму Ну там таких два маленьких пюмсдека Но хочет покемонов, так хочет покемонов Не нам решать Я в этой очереди с Релявку забыла взять плавленый сыр А он такой твердый Он продается только в Кэрфуле И специально купила там морковку Пюрешечка с морковкой и плавленым сырочком Такая очередь шнурная Первый раз такое вижу Сейчас еду в магазин забирать свой заказ Я на черную пятницу, точнее воскресенье Заказала себе скраб для волос Для головы Скраб для головы И маску для волос Вот ее фирмы, что у меня шампунь Когда мне делали тогда, помните? Я ездила на бесплатную процедуру Мне очень понравилось И стоимость вышла за две банки 250 злотых Плюс 5% мне пошло на Кэшбэк сервис На лейтешоп Кому интересно Кину внизу на этот лейтешоп Так что прикольно Вообще это стоит 360 злотых Но я купила за 250 злотых Сейчас буду забирать Получилось Я потрачу сейчас 250 злотых Плюс еще 5% я получила за раппи кэшбэком Круто Я делюсь с вами немножко тем, как я монтирую свои влоги Это программа iMovie Она бесплатная для макбуков Для операционной системы Я все видео первый раз закидываю Это уже вторая обработка Самое первое, что я делаю Я закидываю все видео за неделю Покажусь Потом каждое видео Каждый кусочек я прослушиваю Отрезаю лишнее Там где-то слова Может быть э, а Это их вырезаю в каждом видео Молчание В общем максимально вычищаю каждый кусочек Все кусочки я обрабатываю Повышаю звук Улучшаю качество звука Улучшаю качество картинки Так я работаю со всеми Определяю, где дни недели Прописываю текст Понедельник, вторник И так до воскресенья Вначале пишу видео Там влог Такое-то С такого-то по такое-то число Все это делаю Все это вычищаю максимально То есть это получается Места, где у меня будет музыка Или где нужно убрать звук Я его убираю В основном, где у меня будет музыка Я убираю звук Чтобы потом При следующей обработке Я понимала, где я должна ставить музыку Если бы на моем макбуке Было бы больше места Я бы делала все за раз Но так как у меня мало места Мне приходится Он начинает виснуть Когда у него мало места Мне приходится в два этапа Делать обработку Я все видео Все видео за неделю я сделала Обработала, почистила Титры поставила Подняла голос Где-то опустила звук Где-то подняла звук В общем, сделала вот такую черновую работу Это все видео я кидаю на жесткий диск Удаляю с макбука Рабочий материал Получается По-другому никак И получается Сам рабочий материал У меня занимает где-то 60 гиг Шаблонное видео Которое я скидываю На жесткий диск Типа как готовое видео Его можно в принципе Уже загружать на ютуб Но оно еще не доделанное Еще сырое Оно занимает примерно 14 гиг Все Я сношу первый рабочий материал Полностью удаляю с макбука С жесткого диска Загружаю вот то видео Которое я уже выгрузила на него И заново полностью его Расширяю видео Ищу места, где у меня опущенный звук Значит здесь нужно вставить Будет музыку Еще разделю на недели Чтобы я понимала Где неделя Где понедельник Где вторник Прописываю титры Потом я их удаляю Эти титры Потому что у меня уже вписаны В первом видео Дальше Я ставлю звук Все выстраиваю по тональности Бывает звук надо поставить На мои разговоры То есть надо полностью Прослушивать все Видео от начала до конца То есть примерно Влог занимает час Сейчас десять Средняя продолжительность И я влог Прослушиваю Раз пять Наверное То есть пять часов Только на то Чтобы прослушать Почистить Где-то может Какой-то бэкон Может где-то попала Полина Она у меня дома Все время ходит В труселях одни Где-то может Она попала Надо ее удалить И вот так вот Я вот это все вычищаю Поэтому занимает Очень много времени Ну плюс Вот это вот Запара с тем Что места мало На макбуке Это было бы чуть-чуть Быстрее Мне было бы удобнее А так Трачу время На то Чтобы заново Разделить видео По кусочкам Найти места Где нужно вставить музыку Потом я еще накладываю Информацию Если например Я вас отправляю Там на Какой-то сайт Там например Платовская комью Я должна приписать сайт Если это Я говорю про инстаграм Вписываю инстаграм Значок инстаграма Потом превью Вначале нужно вставлять Это заново переслушивать Все видео Все кусочки От тех Что я отсняла На телефон И заново загружать Нужно сюда Найму В общем Вот такой процесс Может когда-то Сниму видео Варто Как я монтирую Свои видео Хочу сегодня Уже его закончить Этот влог Валера все никак Не может закончить С обложкой У меня там Волосы Каждый волосок Вырезать очень сложно Он там сидит Учится Как правильно вырезать Чтобы одновременно Чтобы эти волосы Не обрезанные были В общем Идея обложки У меня уже есть Но осталось Ее только сделать Но в фотошопе Тоже Трожки время занимает Сейчас он ложит Элину Скорее всего Он с ней уснул Он все сюда усыпает Но уже надеюсь Завтра он сделает обложку И завтра видео Возможно Уже будет на канале Но я очень этого хочу По крайней мере Буду стараться для этого Доброе утро И сегодня пятница Значит моя очередь Вести девочек в школу Такие минуты мечтаю Чтобы школа была Прям под домом И они подружатся на слое Сами вставали Сами чистые зоны Сами потом лежат Как сами одевались Уходили И сразу посекли себя На этом несли Потому что Они же стали тоже взрослыми Потому что я настану старше Время уже не вернешь Поэтому Ах Атвизорит природа мой И астана В общем В каких-то часах Полтора В среднем астане Лина ночи Такое устроила Вчера Она часа полтора Наверное Не спала Она проснулась Час ночью Только полтрети Или до трех Она вот Играла Она сидела Стояла На острове Она била Лучилась 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 Поэтому Надеюсь Она путем Будет спать долго Играет музыка Играет музыка Играет музыка ну что самое приятное ожидание вот этого момента и этот момент утром когда встаешь пол седьмого темнота ты не можешь глаза открыть ты сидишь на кровати думаешь так через полтора часа я лягу на диван накроюсь теплым пледом хотя уже вроде как спать не хочу но думаю не я себе обещала что я себя вознагражу бедные детки их жалко но они ложатся в принципе в десять вечера так что ничего страшного то я в час ночи вчера все в 3 часа ночи легла сегодня уж точнее хорошо пока элина спит я еще повалюкаюсь и буду продолжать свой вложек она прям побежала папочка пошел за девочками в школу забирать да Так мы ножками обнимаем. Ой, тёк. Обнимаешь сестричку? Не успел сказать. О, ручками вот так, да? Вот так. Полин, на моем телефоне чуть не была хана. Танцуйте, хана. Элина кинула телефон, Полин. Иди сюда, куда пошла. Дай ей по жопе, Лиза. Догоняй, догоняй, куча мала. Куча мала. А ну, ляжь на пол, ляжь на пол. Туда, голубая, как у нас кровать. Да, мама живет, ляжь. Кажется, ну и выпьет. Ку-ку. А на меня все посмотрите. Где мама? Смотри, где мама? Элина! Элина! На руки встань, Полинка. Выше, Полинка, выше встань. Как Кристина сделает. Это так. Еще и на меня. Элинка! Эй! На меня. Эли! Эли! Она на душе снимает! Мне только что пришло уведомление, что мне пришел какой-то кэшбэк. Смотрите, сколько у меня уже есть этого кэшбэка. Это латишок. Ссылка будет в описании обязательно. И вот, смотрите, сколько я жду кэшбэка. 22,36 злотых. Итого у меня выйдет почти 84 злотых кэшбэков. Ой, круто! Тут вся информация есть. Видите, где, из какого магазина, какой кэшбэк. Смотрите, ну, Тина, помните, я вчера вам рассказывала, когда я маску забирала из Краб Алиэкспресс. Ну, в общем, все-все мои заказики. А еще, смотрите, есть бонус за рекомендацию. Где-то это я видела. Вот. За рекомендацию. Вот видите, вы тоже так будете рекомендовать кому-то свой латишок, ссылку будете скидывать. И тоже вам будет приходить за рекомендацию. Круто! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok У меня, по сути, есть сегодняшний вечер, чтобы прописать все программы для всех тренировок, для всех семей. И завтра у меня есть полдня буквально, чтобы это все отснять. Капец! Ну, в общем, нет вариантов, завтра я должна это реально сделать. Сейчас, сейчас покупаю крошку. Куда полезно? Ты посмотри, какая деловая. Стои тогда. Покупаю сейчас крошку. Я как раз мог бы зарядиться, потому что он сел полностью, пока я монтировала блог. И Валера, наконец-то, скачала какую-то программу фотошопа обновленную. Сейчас, конечно, сделаю эту обложку. Потому что там был вопрос с волосами. Каждый волосик, каждый волосок вырезать очень сложно. Должна быть программа, которая автоматически все выделяет. В общем, там он разбирается в этом. Два дня он занимался этой программой. И что-то там вроде у него получилось. То есть, сегодня сделаем обложку. Я надеюсь, что ночью я уже выставлю видео-превью, что ждет в этом видео. И завтра утром уже в видео появится канал. Я очень хотела сегодня первый раз попробовать в пятницу выставить 6 часов вечера. Я их ни разу не заставляла. И проанализировать аналитики по там видео. После этого, ну, видите, не судьба. Мои планы очень сильно, сильно двигаются все время в зависимости от вот этой крошки. Она прям очень диктует правила. Я из-за этого, кстати, очень сильно нервничаю, психую и крызу себя. Я знаю, что так нельзя делать, но я просто, вот, я не могу, я не могу догнать саму себя. Не то, что там догнать конкурентов. Саму себя не могу догнать. И это меня убивает просто. Ну, я стараюсь не зацикливаться на этих моментах, потому что, а то, что я буду зацикливаться, ничего не изменится, да? Только буду чувствовать себя хуже. Ну, я уже думаю, ладно, уже постараюсь принимать это, но все равно себя, себя гложу из-за этого съедаю. Ну, как-то не знаю, что-то нужно придумать. Придумать, брать помощницы, тяжело финансово. Поэтому пока нужно впахивать, впахивать и еще раз впахивать. И надеяться, что рано или поздно получится финансовый результат. Ну, потому что, понятное дело, мы, как бы, тратим свои деньги, свою работу, свои знания, свои таланты. И тратим себя, свое время. Не для того, чтобы просто кайфануть. А еще должно быть, ну, а кушать же, что же, что надо? Поэтому должна быть и финансовая задача. Обязательно не все, что бы ты не делал. Ну, это вот так. Смотрите, это завтра, кстати, такой день. Завтра. Почему я говорю, что за полдня? Потому что завтра девочки должны были перейти на день рождения к ихнему другу. Но у них там в школе, у ихнего класса получился карантин. Ведь класс последний на карантин, то они день рождения переносят на следующие выходные. А значит, завтра Полина идет на батуты. У нее тренировка по гимнастике с ее тренером. На батутах с 10 до 6 вечера. В 4 часа завтра торжественно включается новогодняя иллюминация в Варшаве, в Старом Городе. Это очень красиво. Я хочу именно этот момент снять, показать вам. То есть мы должны быть в Старом Городе где-то в 3.30, потому что примерно в 4 будет включаться иллюминация. И получается, и мне нужен световой день. То есть я могу снять завтра видео, и я очень надеюсь, что не будет пасмурно. Могу снять завтра видео только вот до часа дня, чтобы здесь сидеть. То есть мне надо помыться, помыть голову. Вечером мы хотим уже ставить елку, просто вот заберем Полину. А в воскресенье к нам приходит Полинина одноклассница, они там будут курсоваться, играть тут. То есть опять же будет не до съемок. Поэтому дотянула, в общем, до последнего. Я как всегда, короче. Ужин нашей Элиночки. Это картофельное пюре с печенкой куриной и брокколи отварные. Сейчас будем кушкать. Что там? Банки. Банки на балконе. Потому что от трамвая я знаю, как идти. Мы тогда шли. Это кто за пачка локна? Кто за пачка локна? Что там, снег падает? Ты охотишься на снежочек? Ой, какие-нибудь. Тоже шуровать немного. Восемь минут. Везде восемь минут. Ты готова? Один из восемь. Да. Катроли. Бля-бля-бля-бля-бля. Ты там быстрее идти? А вы успеете сейчас дойти? В общем, вот эти вот проблемы без машины. Эти вот логистика, как добраться, да, папочка? Полина едет на целый день в парк батутовый, трамплиновый. На батуты. Тренировка у нее там будет по гимнастике. В общем, Кристина говорит, я убрала маму в комнате. Так выглядит чистота в детской комнате. Нормально? Ну вот, чтобы вы себе знали. Если у вас в комнате не так чисто, значит, у вас бардак. Катастрофа. А я иду. В ванной наконец-то мыться. Мимо пошла. Чик. Мыться, 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 мыться. Та-дам. Мой обед. Я решила повторить. Правда, отбив носочку бы перевернуть, менее поджаристая сторона. А так, ну, это, так, для этого, как же это. Все безболиво. Мы вообще безболиво так. Чики! И все, идеальная тюрьмышечка вообще не поджаристая. В общем, решила повторить вчера за Элиной и сделала себе гречку вот с такими вот овощами. Это овощи по-испански, кто в Польше, в Бедронке, там продаются в замороженных пакетах. Очень вкусные именно испанские, мне нравятся. Знаете, за что люблю испанские? За вот эту кукурузочку. И за то, что тут очень много еще такой кукурузки. И еще семечки. Ммм, очень вкусные. Ну, и нет картошки, потому что у остальных есть картошка, я как-то картошка не очень. У меня бабушка в селе поросятки тоже так гиртувала. Ну, хоть не свинья, а не поросятка. Уже, видите, любовь. В общем, как вы догадались по моим сегодняшним видео, съемок, тренировок не было, не состоялось. Я, короче, буду просто, выделю один день, когда будет светлый день. Оттащу елку за кадром, отсниму и затащу елку назад. Ну, что сделаешь? Сейчас я уже выгружаю в ложек, 39-й. И кушаем, и едем быстренько в город. Кристина отказалась, я не знаю, в город, но она уже была, в принципе, она уже это все видела. А Полина сейчас на батутах на тренировке. Так что мы с папочкой поедем вместе. Я надеюсь, что я успею снять именно этот момент, когда, фух, качаются огни. Это очень прикольный момент, но я очень на это надеюсь. Но главное выгрузить влог. Это самое главное. Посмотрите на мое лицо. Уже включили. Ну, сколько же они ее включают тогда? Был написано, что в четыре. Сейчас без трех, четыре. Без двух. Без двух. Я хотела вам этот момент заснять. Я, может, где-то найду в своих сторисах. Как мы первый год переехали. Мы как раз с девочками поехали. Мы снимали этот момент, когда надо. Ну, пришли в старый город, погуляем. Пошли на кофе, папа. Снег? Да, сейчас вот день на шапку. Хоть так. А еще какой облом у меня во влоге. И все, уже Катина нажимала, типа, выставить. И там выбила 16 секунд авторских прав. То есть я не смогу монетизировать это видео. Все. Придется прийти домой, переделать 16 секунд и перезалить заново. Ладно. Катинка не нажмет там, а там? А оно если выставится, то все. А монетизация пойдет не мне уже. Не, там стрёмные монеты. Она не переделает, не заменит музыку. Не. Хотя можно попробовать сейчас. Сейчас позвоню к ней через... Она так телефоном дергает, что я не могу, знаешь, словить. Смотрите на эту колосоту. Вот эти все огоньки, вот эти все огоньки должны были зажечь. Одним включателем. О, Каста кофе. Хочу кофе. А, и там, кстати, центральная елка. Сейчас вам покажу. Та-дам! Давай возьмем калач и кофе. А вот тут такие калачи есть, что возле Ява Аркадия. Да. Смотри-ка. Паша, мама, только дверенки. Мы взяли вот эту вкуснятинку. Ну как? Так же, как возле Аркадия? А, не, мою не ешь. У меня с Сценамона. Там такой запах. Если бы мама камера могла передать запах. Ну как? У меня нет. хочу показать одну интересную особенность в старом городе это изначально положенная брусчатка сейчас на свет а здесь видите они переделали под брусчатку типа но это для великов и для колясок очень удобно вообще-то не для колясок ну поэты и невозможность коляска поэтому считать что элина у нас на велосипеде валера убежал оставил меня одну побежал нам позвонили сегодня наши друзья и они не пользуются машиной они поставили на продажу предложили пока они не продадут отдать ее нам ну и будем заправлять держать в гараже бы она стоит на улице так что он поехал за машиной хоть какая-то по надо на механике есть точно не буду сниму наш отток а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Кидали бы еще девчонкам, тут просто ходят, раздают конфетки Тут дают в аренду коньки И можно взять здесь в аренду пингвинчиков Таких детков, кто не умеет кататься Здесь ресторан, там свет горит Вот это все ресторан, ресторан Можно покушать Помните наш опыт здесь покушать? Это вот этот был ресторан Ну, не знаю Обслуживание было классно, мальчик из Украины Он там прям вообще супер А вот как-то вот, чтобы вкусно было Ну, чтобы аж так было вкусно Я не могу сказать, вкусно, но чтобы аж прям Я еще раз сюда захотела прийти на то же самое Возвращаюсь назад Когда замерзла, будем ехать домой Пандочка! Кому фото с пандочкой? 10 золотых? Представьте, эти шарики все отцепите Они как полетят все наверх Подхожу я к дому и говорю, Валерия Нам же с магазин надо Потому что он поедет забирать Полину 6 часов И приедет домой И все, елку украшать, ужин готовить Стол ставить У нас сегодня будет семейный ужин Валерия, давай сейчас быстренько сходим в магазин И потом поедет за Полиночкой Куда мечтала сидать? Все разъезжаются Папа, пойдем что-то скучно Вообще, уговорила нас Полина Пойти что-то покушать Не будем мы кушать Просто идем посмотрим, хорошо? Хоть сходим посмотрим, что здесь? Что здесь? Ой, что здесь? Вау! Сколько тут всего! Это холодная доча Оно ледяное Куда? Ты что? Что такое облом? Это когда должны были менять до последнего дня ноября Мы в последний день ноября уже взяли, что было Девочки, ну такое себе, не хотели А вот Полинка хотела вот эту игрушечку А Кресина хотела черепашечку Их не было Так, что купили? Ам-ам купили Ага Ам-ам Дурдом Дурдом А если проверили, в комнате убрано Для елки В нашей Так Ам-ам досталось Что там? Ам-ам В нашей комнате Ам-ам Ну что, у нас сегодня традиционный семейный ужин Картошечка с мясом, с салатиком из карабовых палочек Пепси И елочка теперь с нами И фильм Гринч Включайте, включайте Да, включайте Включайте Приятного аппетита нам Ты будешь тоже снять? Ты мой блогер Ты что? Включайте Кто там? Включайте Я врань Мама кофею и чаюют А Кристина делает домашку По истории А что вам нужно сделать? Презентацию какую-то? Про бога грец Про грецких богов? А ты выбрала каких-то? Сколько нам было выбрать? Не знаю Ну там минимум пять Максимум Все Максимум все Ну там много все Ну а сколько? Ну, я думаю, учитывая пять А ну покажи, как ты делаешь презентацию Вот в таком стиле все Черно Интересно так Вот так вот в пятом классе дети в школе делают Хотя вы делали еще и в четвертом такие презентации Да, у тебя были? И в третьем И в третьем Я компьютер В третьем мучились на онлайне с тобой Ты говорила Ну все, я уже все с вами скажу Вот это я делюсь в квартире Я первый раз села за компьютер В девятом классе Один раз У нас даже не было такого предмета, как информатика Что? Да, вот так вот Так что А компьютер у меня появился Я училась в колледже Обслуживание Обслуживание Электронных Обслуживание Систем Как это? Обслуживание Электуальных систем Мереж О! Обслуживание Интеллектуальных систем И сетей Это электроника Была связана Мы там и паяли И программировали Такая вот Те айтишники Которые сейчас Это попса По сравнению с тем Что мы учили Короче И компьютер у меня появился Компьютер у меня появился На третьем курсе То есть первые два курса Я просто как бы делала Где-то у кого-то ходила То есть и потом у меня появился Компьютер на третьем курсе Старенький, бэушный За большим таким квадратным экраном Сколько мне было лет? Двадцать В 2000 году я поступила Это мне было Четырнадцать лет Когда я поступила Ну то есть А как поступил Интересно В семнадцать лет У меня появился только компьютер Нажимаешь тоже две кнопки Два пальца Сохранить Изображение Ты его не скопируешь Тебе нужно его сохранить Оно тебе его сохранит Куда-то А потом Будешь вставлять Так что вы такие Полина уже На первом В первом классе Они уже У них есть информатика Они активно делают Презентации И тексты И создают Ну короче Да, конечно Сейчас намного круче Обучение Намного интереснее Намного продвинутье У них очень много Таких творческих моментов Где нужно Не выучить программу А где они Должны понять программу И внедрить свое понимание Программы И Ну круто Мне нравится Нравится подход Очень Польский Конечно Есть моменты Где есть Более слабенькое Но для тех Кто хочет Зубрить Да Вообще Здесь слабое Обучение На самом деле Для тех Кто хочет Развиваться Стать личностью Здесь крутое Обучение Здесь именно Дают тебе Право Даже Конструктивно Оспаривать Материал Который То есть И это интересно Учитель с тобой Оспаривает Ты излагаешь свое мнение А он свое И вот на таком фоне Происходит Обучение Прикольно Очень Куча домашних Теперь Полинка делает У нее сегодня Подружка приходит В гости Так что Я вам сказала Что подружка Будет сидеть на диване Пока вы не сделаете Все домашку Елочка Так крутое Еще сюда хочу Повешать гирлянду Я в прошлом году Купила У меня через одну Работает гирлянда Потому что в этом году Я получу Декретные Пойдем Купим гирлянды Хочу купить Какой-то декор В квартиру Потому что Елка уже все Купать не надо Декор осталось Купить И очень хочу Купить костей Если мне хватит И вот все Постепенно Каждый год Что-то докуповывается И потом Просто достается Все И разрешается Муразов Они по всему городу едут Это байкеры И они вот так делают Такую штуку Прикольно Ой, какой классный Смотри Дедуля Классно Смотри, какой мосепенький Поехал О, это сопровождение Видишь? Обязательно Ай, классно И полиция И все Сзади поехал уже Сзади машины уже едут А я думаю Что произошло? Чего вы не спите? Еще как презентация Да, зайка, пиши Не спешу Пускай она напишет Ты только вначале Сделала, чтобы текстовый Делался Чтобы его было хорошо видно Дрифтинг, да? Или драфтинг Как? Дрифтинг Дрифтует Ку-ку Дрифтуешь на снегу? Самого малого? Ренис, мой взгляд Лицо засняет Довольная Аж сумка слетела Ты как? Круто? Правда, папа Круто придумал? Да, держишься? Держись Крепко держись Круто Все, закончилась песня. Закончилась песня? Закончилась песня. Ну что, на ужин моя любимая вкуснятина. Валера отказалась от такой вафельки. Твердым сыром, с ветчиной и творожной, естественно. А эту порцию я оставлю себе завтра на завтрак.